В прошлом году, в смысле в 2018, если вы из будущего, вышли «Мстители. Война бесконечности». Фильм, ставший суперприбыльным по многим причинам, но главная причина невероятного успеха этого кино была неожиданная концовка. Во всех супергеройских фильмах в конце побеждают хорошие парни, а в «Войне бесконечности» внезапно победил плохой и фиолетовый и лысый дед. Сюжетный ход, действующий против сложившейся традиции в жанре, сработал отлично, и, в кавычках, оригинальное повествовательное решение, плюс общее качество фильма, дали отличные результаты. «Война бесконечности» собрала, должно быть, все деньги у своей целевой аудитории. В пять раз превысила свой бюджет и стала фильмом, который оставит след в истории развлекательного кино и всей кинопромышленности. Фильм, который действительно надо посмотреть. Даже если от супергеройского кино вас супертошнит, год спустя готовится премьера продолжения. «Мстители. Финал». Хорошо, что перевели как «финал», а не «эндшпиль», потому что слово «эндгейм» означает конец шахматной партии, который в русском языке принято называть адаптированным немецким словом. На «Мстители. Финал» выделили столько денег, что даже отечественные надмозги не смогли испортить фильм своим переводом. Хотя бы название не испортили, я-то смотрел с английской озвучкой. Предвкушая повторение отличного результата первой части, я с радостью пошел смотреть «Мстители. Финал». Даже трейлеры не смотрел, чтобы ничего себе не заспойлерить. Придя в кинотеатр, я увидел, что собралась длиннющая очередь. Даже длиннее, чем в СССР, за туалетной колбасой в электричке. Я не шучу, очередь была длиной метров 30-40, и собрался полный зал. Стоя в очереди где-то минут 20, я хорошо смотрел всех собравшихся посетителей. Сразу стали видны отличия от людей, смотревших «Войну бесконечности». Процентов 95 были школьники или ранние студенты. В то время, когда на первую часть ходило немало людей среднего возраста и дети с родителями. На этот раз абсолютное большинство были в возрасте 8-12 класс. Еще одно отличие в зрителях заключается в том, что на второй фильм пришло очень много девушек. Причем немало по одиночке или с подругами. Неужели «Финал» это тот фильм, в котором есть нормальные женские персонажи, которые, в свою очередь, нравятся девушкам зрителя? Или все дело вставшей тотальной навязчивой пропаганде феминизма? Учитывая, что кинозал был забит на 100%, то внутри было душно и жарко, но практически никто не уходил. Так что заинтересованность основной части зрителей была абсолютной. Народ был готов терпеть жару, духоту, давку, голод, жажду, хамство соседей, болезни и рейды кочевников, чтобы посмотреть «Мстителей. Финал». В тот день в кинозале, должно быть, мы все себя чувствовали, как евреи, идущие по дну Красного моря, убегая от египетских колесниц, только бы добраться до обещанного богом финала «Мстителей». После 20-30 минут просмотра, мой фанатизм начал что-то ослабевать, и греховные подозрения стали посещать мой разум. Также, начиная с этого момента, из зала стали уходить слабаки и маловерные. Фильм длится 3 часа, и первые 2 являются самым дорогим фан-сервисом в истории кино. Для тех, кто не знает, фан-сервис это в основном то, что не показывают в кинотеатрах, и реже альтернативные версии сюжетных веток персонажей, в которых те общаются друг с другом, так как это было бы интересно видеть самым задротским и жестким фанатам, которым видеть истории с любимыми персонажами один раз мало, и они как наркоманы хотят того же самого раз за разом все больше и больше, даже если фан-сервис их убьет. И тут меня осенило, а ведь финал это и есть фан-сервис. В конце первой части была уничтожена половина марвеловских персонажей, у некоторых из них даже еще не было трилогии. Еще тогда, смотря Войну Бесконечности, я был уверен, что Марвелы обязательно вернут всех как бы исчезнувших героев. Если их не вернуть, то сколько денег не будет заработано на Человеке Пауке 4 и Черной Пантере 7, которым обязательно будут сделаны продолжения. Но финал это фан-сервис не только с точки зрения политики студии Марвел и Дисней, которым надо доить свои франшизы до последней копейки, но это фан-сервис и со сценарной точки зрения. По сюжету, первые два часа финала Мстители тратят на то, чтобы найти супер камни, управляющие вселенной, и восстановить все, что уничтожил главный гад первой части. Для этого главные персонажи делают машину времени, разделяются на несколько команд, каждая из которых отправляется за одним из мега камней. Приключения во времени и пространстве используются как повод показать зрителю те самые альтернативные отношения между полюбившимися персонажами. Тор бухает и деградирует после гибели своей энергической и фантастической родины, Наташа Романов и тот мужик, который настолько не важен для этого фильма, что можно и не знать, как его зовут, занимаются максимально очевидной аллюзией на секс в фильме с возрастным рейтингом для детей. Капитан Америка дает всем понять, что он не против гомосексуализма, как минимум, или даже сам гей, хотя ловко это скрывает и так далее. Первые два часа фильма, по сути, показывают зрителям, тем из них, кто истинный задород, что делали бы персонажи в неких альтернативных историях, которые не влезли в основную киносерию Мстителей. К концу фансервисной части даже самые жесткие фанаты начали уставать. Люди возились в креслах, доедали последние граммы подножного корма, шаловались, что им жарко, и всеми силами преодолевали истощение войны и тяготы просмотра трехчасового фильма. Рядом со мной сидел парень моей возрастной группы, 25 лет плюс-минус. И когда наконец-то началось самое интересное, эта личность оживилась вместе со всем залом. Во-первых, на Мстителях финал весь зал три или четыре раза аплодировал и криком подбадривал персонажей на экране. Комо Сапиенс рядом со мной, в самых напряженных местах, начинал вслух, по-английски, комментировать своему другу события на экране. Надо человека поздравить, он выучил английский, а это все равно, что стать аристократом на современном постсоветском пространстве. С английским можно смотреть фильмы без дубляжа и работать в колл-центре. Может быть даже в колл-центре в Ирландии, когда ты туда переедешь со своим английским. Концовка отличная. Таких качественных боевых сцен, наверное, не делает никто, кроме Марвел. Сцены не банальные, когда хорошие парни раскатывают злодеев. Каждый бой тяжелый, длинный, красивый и привязан к сюжету. Поэтому во время драк хочется болеть за персонажей. В общем, последний час компенсирует всю скуку и занудство фансервисного дрочерства начальных двух часов. Жаль, что вокруг меня сидели одни особи мужского пола. Из-за этого я не мог видеть реакции на фильм того огромного количества девушек, собравшихся на просмотр. Потому что посмотреть реакции тянок на первые два часа было бы интересно. Может быть именно из-за того, что эти два часа сильно напоминают романтический и комедийный сериал, в котором персонажи друг с другом болтают черт знает о чем и балансируют на грани половых отношений, постоянно друг друга тролля намеком на близкий секс. То есть демонстрируют то, чем любят в жизни заниматься самки. Почему женская часть аудитории финала важна? Из-за двух причин. Первая. В самом конце фильма, во время финального босс-файта, все женские персонажи собираются в одном месте, чтобы помочь другому женскому персонажу. И одна из них говорит, у нее все получится, потому что она не одна. Дальше все самки бросаются толпой в бой. Понятно, что сцена является прямым и очевидным продвижением феминизма в кино. Интересно, создатели финала понимают, что женщины не собираются вместе, потому что они женщины. Должны быть профессиональные и экономические связи, которые бы позволили так называемым женщинам представлять какую-то общественную силу. Но ничего этого в фильме, конечно же, нет. Тетки собираются в банду, потому что они тетки. Это, кстати, был момент, когда зал аплодировал меньше всего, несмотря на всю эпичность этой конкретной сцены. Вторая причина. Это присутствие персонажа Капитан Марвел. Это персонаж, который в открытую и напрямую продвигается, как кинематографический символ феминизма. И она самый плохой персонаж в «Мстителях. Финал». Должно быть, вы слышали об ужасных актерских способностях актрисы в этой роли. И это не преувеличение. Она играет настолько плохо, что каждая сцена с ней очень ярко выделяется на фоне остального фильма своей скукой, глупым выражением лица, которое должно транслировать нам уверенность и силу Марвелы, но наоборот. На деле показывает зрителю на выход из кинозала, потому что смотреть на кирпичное лицо Бри Ларсон дольше пяти секунд невозможно. Что еще хуже, что самый плохой персонаж фильма, по сути, побеждает самого лучшего персонажа, которым является Танос. Основной злодей. Во-первых, почему он лучше? Просто потому, что в «Войне бесконечности» у него самое интересное развитие, как у художественного персонажа. И как таковой, он еще и своими действиями развивает сюжет. В общем-то, такими должны быть главные хорошие персонажи, а не отрицательные. И вот во втором фильме критический удар по Таносу, повторяю, лучшему персонажу двух фильмов, наносит самый худший персонаж во всех фильмах Марвел. Гениальное решение. Просто вынос мозга. Пожертвовать качеством своего лучшего фильма в обмен на продвижение феминистско-лесбиянского послания в масс-медиа. Еще пара таких сценарных решений, и от студии Марвел ничего не останется. И это было бы иронично, если студия Марвел обанкротится из-за персонажа по имени Капитан Марвел. В конце из порталов появляется Черная Пантера и все остальные герои киновселенной. Чувак рядом со мной, увидев Черную Пантеру, хлопнул и сказал «Вот он, негр». Только по-английски. Короче, после мегабитвы Танос побежден. Все персонажи, которым предстоит сняться в трилогиях, вернулись, чтобы сниматься в своих уже трилогиях. Остальные персонажи получают свои счастливые концы, и все расходятся по домам, подсчитывать гонорары и бонусы. Но есть последняя сцена. Капитан Америка отдает свой мега-щит своему другу-афроамериканцу, что симфонизирует, что следующим Америкой будет он. Сцена наполнена политкорректностью, но как бы вы ни относились к этой современной политике, сцена однозначная, понятная и потому сильная. За такую окончательно оформленную идею в фильме авторов можно уважать. Хотя бы за готовность идти до конца со своими политическими взглядами. Но самая последняя сцена, после которой идут титры, показывает, как Капитан Америка целуется за своей любимой. По итогам получается, что весь фильм и политкорректность, которая демонстрируется в нем, возможно только благодаря усилиям белого, голубоглазого, военного сверхчеловека. Ладно, смысл финала не в политических сообщениях для зрителей. Но имейте ввиду, что главный персонаж фильма все равно белый и патриот своей страны. То есть самый страшный противник феминисток, этнических меньшинств, транснационального единства. Вот такие странные результаты порождает современное сознание американских кинорежиссеров. После фильма, выходя из зала, я заметил, что никто о финале не говорит. Чего не было после Войны Бесконечности, которую после просмотра все обсуждали и шутили, используя какие-то моменты из фильма. А финал, похоже, в памяти никаких следов не оставил. Дальше я пошел в какую-то забегаловку и съел блюдо такой же стоимости, как билеты на Мстителей Финал. И вот сейчас не могу сказать, что было лучше, за одни и те же деньги перекусить или посмотреть самый разрекламированный фильм этого года.